Здесь всегда час пик. Три полосы движения едва справляются с потоком транспорта в районе развязки на Героев Хасана и Хлебозаводской. Автомобилисты ждут, когда в их распоряжении окажется вся шестиполоска. Ее готовность проверяет глава региона, садясь за руль. Для пояснений Виктор Басаргин берет с собой сети-менеджера Перми Анатолия Маховикова. Полоса для общественного транспорта тоже есть, да? Да, планируется, что будут тоже выделены полоса для общественного транспорта. Посмотрим по нагрузке. Позади массив работы. Для того, чтобы расширить проезжую часть, строителям пришлось вынести за ее пределы целый клубок коммуникаций. На свежее полотно уже нанесена разметка, к работе готовы светофоры и ливневка. Проехав по магистрали, губернатор дает распоряжение. В ближайшие дни открыть движение от Пните до улицы Хлебозаводской по всем шести полосам. Виктор Басаргин обращает внимание ответственных на важные детали. У меня вопрос по благоустройству. Часть работы мы успеем сделать в этом году. Все остальное для того, чтобы пешеходам не создавать проблем при нашей погоде, это будут либо деревянные настилы, либо это будут бетонные плиты. Мы пешеходов здесь сбережем от грязи. Ну не только от грязи, я думаю, что так снег, лед, травмы там и так далее, чтобы такого не было. Героев Хасана продолжат реконструировать. Среди самых трудоемких работ расширение прокола под железной дорогой на стыке с федеральной трассой Пермь-Екатеринбург. К сожалению, у нас сейчас в ближайшее время там встречи состоятся, в том числе по реконструкции вокзала. Эту тему тоже еще раз обозначим. Они нас поддерживают в этом отношении. Особый интерес представляет собой перспективный план развития уличной дорожной сети города Перми. В него гармонично вписано уже реконструированное Героев Хасана и ряд проектов, которые еще только предстоит реализовать. В частности, строительство нового мостового перехода через Каму. Губернатор обсудил с городскими властями возможные варианты размещения третьего моста. Их на данный момент два. В районе площади Гайдара или у Цирка. Окончательное решение будет принято после утверждения плана реконструкции Перми-2. Глава региона настаивает на комплексном подходе к решению дорожных проблем в краевой столице. Конечно бы хотелось, чтобы участки не автономно выхватывались из целой системы, как-то были связаны в единый комплекс, чтобы мы могли не только улучшать качество дорог, но и улучшать еще и организацию самого движения. Елена Закирова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.